В среду Ивановская область прощалась со своим бывшим губернатором Владиславом Тихомировым. Он ушел из жизни 19 июня после тяжелой болезни. Проститься с политиком, коллегой, другом, родственником прошли сотни человек. Гражданская панихида состоялась в колледже культуры на Шереметьевском проспекте. Достойный во всех отношениях человек. Он не в то же время, он добрый, очень веселый и в чем-то такой. Он человек, который был и очень скромный. Он настолько скромный и бессеребренник. Владислав Тихомиров уверенно и последовательно прошагал все ступени карьерной лестницы. С 70-х годов прошлого столетия на партийной работе. В лихие 90-е он председатель ЗАГС Собрания, а потом и губернатор. Депутат Владимир Гришин вспоминает, какое сложное решение пришлось принять Владиславу Николаевичу в первый же год вступления в должность. И мне вспоминается момент, когда ему нужно было принимать очень неординарное решение. Это зима 96-го года, когда встали все фабрики из-за недостатка сырья, из-за недостатка хлопка. И сотни семей оказались отрезанными от бытовых условий, от воды, от света. И вот тогда он уговорил президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина вскрыть военные склады хлопка в Владимирской области. Перед гробом выложены высокие государственные награды, которые Владислав Тихомиров честно заслужил. Даже после выхода на пенсию он так и не стал пенсионером в полном смысле этого слова. Работал, вел активную общественную жизнь. Похоронили Владислава Тихомирова на кладбище в местечке Балино. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Ивана.